итак всем привет с вами дом и мы продолжаем играть за францию в миллионим даун прошлой серии мы тут неплохо уже расширились в этой серии планируем вмешаться войну россии с китаем я планирую на самом деле напасть на китай у нас есть неплохая поза здесь здесь нам надо будет на острова немножко повысаживаться ну и отсюда с юга наверное начать наступление я долго думал подержать но я понял что в принципе нападает россию было бы так себе по той причине что китай так побеждает стоит нападать на того кто побеждает а не на того кто проигрывает тем более что где-то я просто огромная промышленность которая была бы очень приятно себе захватить хотя бы виде марионетки ну и после китая я думаю мы что-то будем делать с японией россия от нас уже очень неплохо зависит как китай том числе так что я думаю после войны с китаем россии мы просто марионеткой сделаем ну а там дальше посмотрим думаю будем уже планировать после этого как-то с нато разбираться и возможно где-то в европе расширяться потому что на самом деле из нато очень много кто бы выходил ну что ж поехали не хватало местных конфликтов еще к ндр объявил войну кореи стало еще жестче это я блокирую тайваньские острова а мы тем временем готовимся разорваться в малайзию по той простой причина что филиппины которые я взял альянс войти сейчас с малайзией и с тайванем собственно говоря туда мы тоже сейчас высадимся когда закончим с малайзией ну конечно мы не забываем параллельно расширяться в африке собственно говоря потихоньку мы постараемся занять весь континент и мы принимаем призыв о помощи филиппинцев и начинаем вторжение в малайзию собственно говоря без особой проблем я думаю это будет происходить а вот и капитуляция малайзии нам чуть-чуть не хватает чтобы сразу аннексировать конечно же я ничего не хочу отдавать поэтому мы просто пропустим их вот заберем осталось взять тайвань а вот подъехал высадка во вьетнам можно здесь даже не везде порты охранялись очень слабая охрана была острова мы без проблем каких-то занимая весь остров перепины забирают какой-то риф уж он уже успели вырубать это прямо это что-то здесь наверно но нам из-за этого теперь придется вручную все прокликивать но в целом ничего и теперь уж мы точно готовы со столкновением с китаем и пока мы тут атакуем очередную страну в африке я хочу вам представить наши новые эсминцы 2005 года следующие технологии только 15 поэтому вряд ли мы 15 года года построим но примерно так будет выглядеть наш корабль достаточно плотный с хорошей атакой тяжелые орудий чтобы выбивать вражеские тяжелые корабли и ну и неплохой атакой легких в принципе и с отличным было постараемся им построить как можно больше они должны быть показывать будут очень хорошо здесь очень неплохо не производится единственное они просто космических ресурсов требует это на каждую верфь из-за этого приходится закупать очень много и все повышать и повышать закупки но что поделать собственно говоря такова цена нашего флота мы наконец доходим до самой южной африки очень очень мы неплохо приближаемся к нашей цели контроля всей африки а вот наконец сама южная африка падает под нашим напором никто не решается защищать их и мы можем уже начинать выстку в китае параллельно с наступлением из индо китая теперь я думаю это будет нашей следующей цели собственно говоря время пришло всего 20 дней это потребует к тому же здесь многие силы будут закидывая на севере посмотрим что из этого выйдет это время мы уже успели построить целых пять эксминцев отправляем их собственно говоря вы наш действующий флот починим все что сможем потому что на море мы тоже с китаем будем воевать приготовим авиацию флот и начнем войну нам тут между делом еще предложили пригласить валент зданию это конечно же сделаем интересно как так получилось давайте посмотрим они чтоб фоксом сюда пошли непонятно ну-ка старые времена да так и где молодцы и мьянму что ж почему бы и нет и потихоньку мы склоняем к нам в австралию выразить сейчас ты сделаем да отлично и вот вот мы сможем это сделать с индии в россии же наше влияние уже достаточно но она пока в войне так наш флот на позицию собственно говоря будем мы только эти два региона покажут контролировать посмотрим может дальше пойдем наша армия на позициях вторжение тоже готовы поэтому мы можем начинать самое главное у нас здесь очень много авиации на позициях которая почему-то а вот начало отлично участвовать боя сметаем мы просто эти единичные элементы китайской армии китай сразу приводит ядерные силы готовности этим надо поаккуратнее мы начинаем активное настроение на япония стала националистической кто-то бы я не ожидал что поделать берем мы японию в наш альянс и 100 ты еще да это интересно конечно клиент но собственно говоря я не вижу здесь сильно каких-то неприятных стран поэтому давайте и продолжаем наступление в китае ну китай особо сопротивление как-то не оказывает на самом деле вообще и так полагаю у него почти сидели что ли на севере или где здесь 56 дивизий 600 тысяч солдат где-то развернуто но непонятно видимо где-то реально здесь здесь я вижу кита войска но здесь нет китайских странно чё парочку стран решились на то чтобы вступить наш альянс конечно же мы их тоже пригласим чем бы и нет это кстати на море здесь установил пять сотен до короче до хренища мин 56 там было мы сейчас будем их разминировать собственно говоря потому что это очень много и это очень неплохие дебафы дает а мы кстати вот тут возьмем пекин вот он и взят китай так полагаю должен с минут за минут капитулировать хотя нет еще еще нужно больше а видимо до сотка поддержки ну что ж форме а вот и она на самом деле жесть нам скоро не дают будут все захватили я так понимаю в японии больше раз скоро вар скоро раз они хотели первее нас а у нас всего 150 заход дается что поделать возьмем регион с ресурсами сколько сможем что тут еще остается делать так вот теперь выглядит мир то марионетка россия ничего скоро россия станет нашей марионеткой япония там тоже все что-то до гыргызстан забрала но мы забрали очень много ресурсов я принципе довольны плюс-минус тем что как что получилось можем теперь думать что нам делать с нато япония то что и так нашим альянс здесь тоже плюс-минус наши нам остается только разбить нато ну и возможно что-то в африке под захватить еще нам даже предлагают демократическую корею наш альянс ну собственно говоря почему бы и нет так-то со временем они поменяют свое мировоззрение вот страна уже будет наших лапах временем недобитая таджикистан позвал всех нтр пакистан беларуси теперь вот этот микро альянс нами воюет так что надо как-то это все разрешить побыстрее решение было достаточно простым мы просто высадимся в пакистан целой армии отсюда уже начнем наступление все собственно говоря очень просто могли мы наконец-таки в арене отказать индии пакистан высадили супер захватили но здесь как так сказать подкаралась откуда не ждали украина и беларусь наступает россии уже под москвой практически надо теперь придумывать как-то туда подвигаться господи ну что нам останется делать король на как готовить высадку из африки в одессу и отсюда мы начнем наступление уже прямо до беларуси надеюсь россия к тому момента выжить потому что наступление это выглядит очень смешно кстати я сделал тут казубеле нападанию я прогарантировала польша которая в ленте с румынией а это значит что что мы сейчас схватим эти три страны объявляем войну и начинаем наше наступление если момент вот тренировались но я вижу что даже без организации наши войска успешно справляются это не организация могут не ждать и начинаем атаку без проблем мы захватываем данную территорию сразу готовимся атаковать вторую часть италии казбели туда вот-вот будет готов тут случилась битва понимаю пакистанский флот вроде как кличу это наверное даже можно проверить нет это паданский флот господи был потоплен нашим с японским флотом совместными усилиями японцы потеряли корабли а наши нет ну и мы теперь спокойно доплываем их больше начинать с наступлением нам еще предложили египет позвать к себе что вы и сицилией которые тоже воюю почему бы и нет мы все больше и больше покрываем этот мир нашим альянсом могли мы заставить капитализировать украину те приходим беларуси здесь же у нас появилась как раз удобная граница с польшей и румынией и этой границы мы также воспользуемся я должна подъехать капитуляция краски беларуси и вроде целый блок должен капитулировать наконец-таки как обычно ужасный просто мир россия вон уже сделала здесь марионетки хотя она вообще никак не участвовала здесь здесь просто отвратительно но что поделать сейчас что-нибудь помиримся благо время тут за страна стала марионеткой афганистана почему да потому что так мирится кайфовая игра где из этого долго не мог продолжить наступление ну что это марионетка не моя здесь марионетка не моя здесь не моя как эти миры меня бесит это же есть ну наконец-таки я смог призвать афганистан обвести с ним марионетку и мы снова начинаем наступление вот наконец-таки мы довоевали с румынией польши это заняло некоторое время конечно там у индии был вар скоро но и где наша марионетка следовательно вар скоро у индии нету а мы спокойно все присоединяем всю францию точнее все польши и румынии к нашей франции нет не все ага и сантка хочу 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 лодить ну ладно бери так мы наконец-таки разбили шанхайский блок то это все еще были странно шахт шанхайского блока кроме конечно польши и румынии но их по пути тоже разбили франции тут уже потихоньку наш блог где-то 4 3 снимает мира и это число все будет увеличиваться в следующей серии мы я думаю разобьем нато это последняя оставшаяся у нас какая-то угроза кроме нато здесь уже не осталось никаких сил они либо в нашем альянсе либо нам подчиняются либо вот-вот будут нам подчиняться так что я думаю на этом серии пора заканчивать а с вами был докей подписывайтесь на канал ставьте лайки поставить комментарии все как обычно до скорых встреч пока